МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Обыкновенные герои». Телепроект о людях и их подвигах. Отваге и сострадании и конкретных примерах доблести обычных людей. В теории каждый из нас готов рисковать своей жизнью ради спасения родных и близких. Но на практике так не происходит. Пресловутый ступор, в который на практике впадает практически каждый человек, оказавшийся перед лицом смерти, скорее активизирует в нем инстинкт самосохранения. И лишь герой способен отбросить страх и спасать прежде всего не себя, а любимых людей. Уже далекий 2009 год. Город есть Краснодарского края. 17 января в этом зимой совсем не курортном городке выдалось покрещенски холодным. Семья Бондаренко в тот вечер находилась дома. Отец его супруга и дети, 22-летняя Наталья и ее 8-летняя сестра Настя. Здесь, на Богдана Хмельницкого, 84, тогда о газовом отоплении и не мечтали. А потому глава семейства пытался разжечь все никак не желавшую задаваться огнем дровяную печь. В какой-то момент пришла идея использовать для этого солярку. Печка не разоралась. Муж для того, чтобы она разорилась, подливал и подливал солярку. И солярка стояла рядом, вот возле печи. Все дальнейшие страшные события, которые точно не забудут уже никогда все обитатели этого дома, стали причиной одной маленькой искры, сверкнувшей в сторону бутылки с соляркой. Взрыв был неизбежен. Неосторожное обращение с легко воспламеняющимися жидкостями – это практически стопроцентная вероятность возгорания. Можно сколько угодно возмущаться подобному халатному отношению к огню, но сейчас какое это имеет значение? Четверо людей уже находятся в объятом дымом и пламенем доме. Кажется, они обречены. Пожарных до сих пор никто не вызвал. Но в этой истории, оказывается, все-таки нашлось место героизму обыкновенных людей. Беззвучно взорвавшаяся солярка моментально воспламенила все в радиусе нескольких метров. Сжигая кислород, горючая смесь из огненного шара уже превратилась в черное ядовитое облако. Шар такой огненный покатился по квартире. Отец семейства устоял на ногах, но сразу же получил ожоги глаз. Стены уже начали гореть. Отовсюду шел нестерпимый жар. Испуг неожиданности заставил мать сделать глубокий вдох. Рвануться в сторону закрытой комнаты. Там спали ее дочери. Это последнее, что она может вообще вспомнить о пожаре. Ее накрыло черным, как смоль, облаком. Я вдохнула в полные легкие этого дыма и потеряла сознание. Проснуться за закрытой дверью от еле различимого звука хлопнувшей бутылки с соляркой дочери не смогли. Лишь когда возгорание приобрело черты пожара, старшая дочь покинула царство Морфея и оказалась в страшной реальности. Я спала и проснулась от того, что я услышала треск. К этому моменту в комнату уже начал проникать дым и нестерпимый запах гари. Кухня уже полыхала. Проснулась и младшая, восьмилетняя сестра Настя. Она выбежала прям и пошла в сторону кухни. На то, чтобы понять весь ужас сложившегося положения, Натали понадобилось не больше секунды. Единственный выход на улицу оказался перекрыт огнем. Промедление подобно смерти. Еще не до конца отдавая себе отчет в дальнейших действиях, девушка ринулась обратно в комнату к маленькой сестре. Она выбегает оттуда с криками, вижу пламя за дверью. Наталья сразу взяла маленькую сестренку на руки, как будто пытаясь оградить ее от нестерпимого жара все разгорающегося пожара. Но еще большую угрозу нес в себе каждый новый вдох едких продуктов горения. Запах дыма настолько въедается, что буквально считанные секунды. Я понимала, что уже дышать просто нечего. На кухне горели не просто стены. Это был облицовочный пластик. Материал, химический состав которого до конца неизвестен даже производителю, сейчас под воздействием страшных температур выбрасывал в воздух смертельный яд. Огонь страшно. А вот продукты горения, все такое синтетическое, это ужасно. Стены, потолок обшитые пластиком. Сейчас внимательно посмотрите по сторонам. Не окружают ли они вас? Если да, внимание. Фактически вас окружает не просто легко воспламеняющийся материал. Вас окружает яд. При возгорании он попадает в легкие, а затем в кровь. И человека уже практически невозможно спасти. И если он не погибнет на пожаре, он точно умрет через несколько дней в больнице. В этот день именно стены и потолок воспламенились первыми. Отрезанный от выхода из дома горящими кухней и коридором Наталья на руках с маленькой сестрой буквально чувствовала, как неумолимый огонь, выбрасывая воздух клубы смертельного дыма, ежесекундно отвоевывает у них право на жизнь. Дышать было в принципе нечем, и естественно я поэтому уже подумала, что все, мы все умрем. Но на то, чтобы поддаться панике, у старшей сестры просто не было права. Нужно было искать выход из безвыходного положения. Не ради себя, ради ребенка. Первая мысль у меня, конечно, была о том, чтобы схватить сестру и спасти ее в первую очередь. Словно боясь, что пожар попытается вырвать маленькую девочку у нее из рук, Наталья не отпускала сестру. Неистово била в окна, пытаясь открыть наглухо закрытые ставни. Они не поддавались. Она меня держала на руках все это время. Находясь уже на стадии отчаяния, 22-летняя девушка приняла единственное правильное решение. Не надеясь на силу рук, она стала выбивать окна ногами. Я взяла сестру под мышку и легла на стол и начала выбивать окно ногами. Выбить окна и закрытые на засовы тяжелые ставни, уже сейчас Наталья понимает, для нее было невозможно. Но только не в той ситуации, когда каждый вдох ее маленькой сестры мог оказаться последним. Просто начали уже задыхаться. Сам не ведаешь этими силами, какие силы появляются. После очередного, может быть, последнего удара по закрытым ставням окно открылось. Дав не только приток свежего воздуха, но и спасение из плена неистового дыма и пламени. Вывела младшую сестру и сама вот в чем были, дети так вот они спаслись. Маленькая Настя в безопасности. Ее жизни уже ничто не угрожает. Кто-то уже, кажется, вызвал пожарных, но в доме еще остаются родители. Наталья босиком уже через дверь вбегает в полыхающую квартиру. Что чувствует человек, только что вырвавший себя и маленького ребенка из сцепких объятий смерти, из дома, объятого дымом и пламенем? Несомненно, страх. И есть ли в этом мире сила, способная заставить вернуться его туда? В пожар. Да, есть. И это любовь к близким. Хрупкая, может быть, надежда помочь? Героизм ли это? Несомненно, но не на грани ли он с безрассудством? С момента, когда девушка выбралась на улицу на руках с сестрой, и до того, как она вновь вошла в горящий дом, прошло не больше нескольких секунд. У всех сложилось одно впечатление, что решение вернуться она приняла еще до того, как выбралась сама. У меня была задача посмотреть, где родители вообще, как они... Тогда, вот кажется, черта героя. Наталья не стала взвешивать все за и против того, чтобы вернуться в горящую квартиру. Чтобы использовать малейшую вероятность спасения родителей, она была готова вновь идти на смертельный риск. В момент взрыва отец Натальи находился на кухне возле самого эпицентра возгорания. В горящей квартире ничего не видя. Он до сих пор пытался найти детей и жену. Когда к печи наклонился, и вот это вот полыхнуло, он ожог глаз получил. Девушке повезло. Она нашла отца практически сразу же, чем и спасла ему жизнь. На ощупь он вплотную подошел к горящему столу. Отца я вывела каким-то образом из кухни. Мать не удалось. Она лежала без сознания, в другой колонии. Мы туда даже пробраться не смогли. Оставалось только одно – ждать пожарных. Но бездеятельное ожидание, когда мать все еще находилась в горящем доме, казалось невозможным. Начинали тушить снегом. Вот все, что было, как могли, до приезда пожарных. Как во сне все очевидцы этого страшного пожара вспоминают момент, когда двое пожарных в кислородных баллонах вбегают в полыхающую квартиру. И уже через несколько минут выносят на руках женщину без сознания, но всем очевидно, все-таки живую. Наталья уже ничем не могла помочь своей матери. Но что ее спасло? Фактически уже больше четверти часа до приезда пожарных она провела в помещении, объятом огнем и дымом. Ее уже ничто не могло спасти. Она не должна была выжить. Но выжила. Мать Натальи спасло то, что она практически сразу потеряла сознание и упала на пол. И там смогла дышать. Дело в том, что в задымленном помещении над полом всегда есть 15-30 сантиметров чистого воздуха. Это должен знать каждый. И это преподают в школе. Случайность, благодаря которой осталась в живых Людмила Анатольевна, пожарные с уверенностью называют закономерностью. На полу она могла дышать и дышала. Не случайным они назвали и счастливое спасение всех остальных. Ведь и это спасение тоже было закономерностью. Но уже отваги и героизма. Тогда 22-летней девушки. У меня не было другой мысли. Мне нужно было в любом случае спасти своих близких. Сейчас уже замужняя Наталья Гетманская уверенно говорит, что по-другому не могла поступить. Она фактически своей смелостью не оставила шансов внезапному пожару. Не дала забрать жизни ее родных. Чуть пораньше, чем другие детки, она стала очень взрослой. Да, награда за отвагу на пожаре – это награда взрослого человека. Причем мужчины, пожарного. Тогда, в далеком 2009 году, она была единственной девушкой, гражданским человеком, удостойной этой высокой наградой МЧС России. И это, очевидно, награда не на память. Воспоминания и так навсегда неизменно остаются вместе с каждым, кто оставался наедине со страшной катастрофой, именуемой пожар. Понимая, что можешь потерять близких в какой-то момент, который ты не ждешь. Да, лишь тот, кто испытал на себе всю неистовую ярость пожара, кто был на волосок отмучительной, удушливой смерти, всегда и в полной мере отдает себе отчет в опасности каждой манипуляции с открытым огнем. Лишь ему, по горельцу, всегда очевидна вероятная смертоносность каждой неаккуратно зажженной спички. И уж тем более глупость игры с всепоглощающим огнем. Дровяное отопление, солярка, пластиковая обшивка стен, неосторожное обращение с огнем – это то, что забрало очень много жизней. Но иногда героизм компенсирует практически любую халатность. И ключевое слово здесь «иногда». Ведь даже самый отважный герой не сможет нас спасти от собственной глупости, предательской уверенности, что мы всегда в безопасности. Это была программа «Обыкновенные герои». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok